Как покрасить стены? Сейчас все покажу. Нам понадобится бюгель, у меня это анза, шубка, тоже анза, маленький валик, кисточка, обязательно с синтетическим ворсом, специальный венчик для размешивания краски и, конечно, шуруповерт для размешивания краски. Инструмент перед началом работы необходимо подготовить. Извлекаем шубку, одеваем, берем малярный скотч. Несмотря на то, что это анза, хочется свести вероятность отрыва хотя бы одной ворсинки к нулю, поскольку ворсинка на окрашенной поверхности смотрится очень некрасиво, и, как правило, это происходит на самом верху, приходится ставить стремянку, залазить, убирать ворсинку, после чего раскатывать. А если заметить поздно, то будет беда. Вот для этого поступаем следующим образом. Намотали скотч, прижали его вот так вот, особенно по краям, поскольку ворсинки чаще всего вылазивают по краям шубки. Вот даже одна ворсинка есть. Шубку перед началом работы необходимо самостоятельно. Если этого не сделать, краска будет плохо впитываться, верхний слой будет запечатываться, ворсинки слипаться, и процесс фактура образования будет происходить несовременно. совсем корректно. Берем чистую воду, окунаем шубку, сжимаем ее. Готово! Смочили, повысили капиллярный эффект волокон, и теперь она будет отлично принимать в себя материал, и, соответственно, отдавать его на стену. То же самое делаем с маленьким валиком. И наливаем в ванночку. Краска – это пленка. И нам надо в процессе окрашивания равномерно натянуть эту пленку на стену. Основное правило – это держать мокрый слой, не давать материалу сохнуть, не давать ему умирать. И поэтому порядок работ следующий. Мы будем наносить краску погонными метрами. Где-то метр, может чуть меньше, может чуть больше. Это уже посмотрим в процессе окрашивания. После чего распределять его равномерно по стене, и структурировать, двигаясь вариком в одном направлении. Далее наносим следующий слой, столбом, внахлёст на предыдущий, и производим те же самые действия. И таким образом двигаемся к противоположной стене. И первым делом необходимо пройти сопряжение стен, внутренние углы. Я предпочитаю работать в углах с помощью маленького валика. А кисточку использую только в тех случаях, когда с помощью маленького валика не могу подлезть. Бывают такие места. Раскатываем валик. И вот таким образом наносим краску в углу. После чего распределяем материал по всей длине. И в одном направлении структурируем его. Забиваем таким образом весь угол от пола до потолка. Ещё раз можно. Нанесли. Распределяем по всей длине. Вот такая картина. Раскатываем валик. Выкатываем с валика материал. Опять раскатываем. Снова сушим его. Пока не раскатываем. Как только мы раскатываем краску, она начинает подсыхать. И у нас не получится равномерно нанести её на стену. Ещё раз. Опять выгнали краску. И теперь перераспределяем материал по поверхности. Как я уже говорил, двигаемся столбами. Не даём материалу сохнуть. Достаточно. И теперь структурируем его. Наносим фактуру. Двигаем валиком сверху вниз в одном направлении. Сильно на него не давим. Отлично. И дальше в том же порядке двигаемся к противоположной стене. Просушили валик. Важно понимать, как работает материал. Как я уже говорил. Немножечко полетели копельки. Извиняюсь. Краска – это плёнка. И наша задача – нанести эту плёнку равномерно на всю поверхность. В данном случае на эту стену. Распределяем. Не даём материалу сохнуть. Всегда немножечко в перехлёст. На 20-30% от валика. Валик надо чувствовать. И структурируем. В одном направлении. Следующий столб. Выгоняем. Ещё раз. Вы спросите, как я определяю, что достаточно раскатывать. Ну, здесь, конечно же, опыт. Ну, пожалуй, одним из показателей является то, что если краски много, то валик, бывает, скользит. Ну, слегка проскальзывает по поверхности. Значит, в этом случае необходимо ещё раскатывать. Если валик идёт с сильным сопротивлением, то, соответственно, достаточно. И всегда немного в перехлёст. Мокрое к мокрому. Работаем по сырому. Не даём материалу сохнуть. Структурируем. Нам надо натянуть плёнку. Получить однородную поверхность. Основной показатель достойного результата – это однородность поверхности. Одинаковая фактура по всей площади. Сушим валик. И перераспределяем материал. Нахлёст. И структурируем. Перед тем, как структурировать, следует внимательно рассмотреть только что нанесённый столб. На предмет каких-то соринок и мусора. Если такой обнаружили, следует сразу его убрать. После чего двигаем валик в одном направлении. Наносим фактуру. Первый слой готов. Сейчас надо подождать пару часов, чтобы он подсох. Произошла первичная влагообдача. Первичная полимеризация первого слоя. После чего внесём второй финишный слой.